Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас распаковочка замечательного телефона. Надеюсь, что пришел именно тот телефон, который как бы обещался прийти. Redmi Note 7. Открывать. Да, друзья, это Redmi. И в конце, друзья, я вам расскажу, как вы можете на халяву взять себе этот телефончик. То есть абсолютно бесплатно получить его. И условия этого конкурса будут описаны в конце. Самое главное, друзья, это глобалочка. Я ждал глобалочку, поэтому именно глобалочку хотелось и достать. Итак, переходим к распаковке. Первая радостная новость. Это действительно глобал версион. Суббренд компании Xiaomi. И коробка по-другому стала выглядеть. Не скажу, что это как-то хуже или лучше. Вот он, телефончик сам. Красавец. Здесь он лежит. Друзья, силиконовый чехол идет в комплекте. Вот такой прозрачный. У меня, скорее всего, должна быть синяя версия. Если не ошибаюсь, я заказывал синюю версию. Ну и мануальчик здесь идет на... Друзья, русского языка в мануалочке нету. Давайте посмотрим на сам телефон. Xiaomi наконец-то научились сделать красиво. Предыдущая версия, друзья, это Redmi Note 5, Redmi 6 Pro и так далее. Они действительно всегда были убогие по дизайну. Здесь, друзья, ну красавчики. Реально сделали очень симпатично, красиво. Смотрится великолепно, переливается. Ну, солидный телефон, такой приятный, знаете, хороший. И в плане дизайна они, конечно, скакнули просто очень сильно. Камера на 48 Мп, все это проверим. Экран 6,3 дюйма, Qualcomm 660 и батарея 4000 мАч. Друзья, это Globe Virtual, поэтому здесь Евровилка. Евровилка, скажу сразу на сколько. 5 Вольт, 2 Ампера. И здесь USB-C. Снимаем первую пленочку, друзья. Давайте постараемся сделать это красиво. Ну, вторая не так красиво зашла. Забыл еще сказать, друзья, скрепочка вот здесь находится. Вот такого вот она формата, кругленькая. Проверим, друзья, сим-лоток. И, друзья, здесь вот видите такая резинная вставочка, да? То есть это пылевлагозащита. Так вот, на одном обзоре уже было показано, что человек просто-напросто ее вот как бы задел. Совсем слегонца, и она рвется. То есть это не какая-то профессиональная защита, как на айфонах, там, на самсунгах и так далее. То есть очень аккуратно будьте вот именно с этой резиночкой, потому что она просто умирает очень и очень быстро. Либо две наносимки, либо одна наносимка и плюс microSD. То есть нету тройного супер-супер комбо-слота. Почему? Это очень и очень плохо, друзья. В Antutu он выбил 141760 баллов. И проверяем сканер отпечатка пальцев. Я уже здесь все поднастроил. Ну, у Xiaomi никогда проблем со сканером отпечатков пальцев не было, поэтому здесь, друзья, все без проблем. Давайте проверим музычку, как она здесь играет. Для этого нам нужен Diesel Power, конечно же. Это лучший, лучший тест для того, чтобы проверить басы. Итак, проверяем. Кстати, солист, вот он, группы Prodigy умер. Недавно суицид произошел. Кейт Флинт ушел из жизни, к сожалению. И музыка его и его группы осталась. А что по поводу звука. В принципе, звук громкий. Громкий, действительно, очень громкий звук. Басы, их как бы нет. Но есть намек на басы, да. То есть, как бы такой небольшой, но все-таки есть намек на басы. Вот, и это приятно, это приятно. Дальше побежимся по внешнему виду. Здесь сверху ик-порт. Значит, 3,5 мм джек. Второй микрофон для шумоподавления. Внизу за решеткой динамика спрятан микрофон. Также USB-C и основной динамик. Ну, как бы все из вас, конечно, знают, что здесь USB-C. Но это, тем не менее, это всегда очень хорошо. Просто очень хорошо, когда новые технологии в новом телефоне. Значит, задняя крышка здесь из стекла. Здесь, смотрите, Redmi by Xiaomi. То есть, это уже дочерняя компания. Камера основная здесь на 48 мегапикселей. И я хочу обратить внимание. Действительно, она, ну, просто, ну, здесь очень большая дырень. Видно, что реально там светосила такая, мама не горюй. Здесь, значит, у нас алюминиевый такой ободок. Xiaomi добавила сюда более лучший процессор. USB-C. Материалы корпуса стали гораздо лучше. Камера стала в два раза лучше. Короче, все стало лучше. А ценник, друзья, остался такой же. Прежний. И вот, как бы, компании Xiaomi за это большущий респект. Вот это реально очень классно. И это просто радует. То есть, смотрите, все улучшается. Экран становится больше. Экран становится лучше. Батаричка, в принципе, та же самая осталась. Но она и так была неплохая. Друзья, я уже говорил вам о том, что вы можете бесплатно получить этот телефон. Так как канал скоро набирает 40 тысяч подписчиков, я решил разыграть, друзья, этот телефон. Да, будет розыгрыш ровно через неделю. То есть, вот в пятницу вы смотрите это видео, оно вышло. И ровно через неделю будет основной обзор этого телефона на этом же канале. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик нажимайте. И остальные все условия, они будут несложные условия этого конкурса, будет как раз в том видео, которое будет ровно через неделю. Я повторяюсь, еще в пятницу. Друзья, если вам вообще нравится такая идея, идея с розыгрышами, то ставьте лайки, как бы, пишите об этом в комментариях. Завтра тоже будет видео интересное и тоже будет с розыгрышем. Плюс моего канала в чем? То, что канал небольшой. Ну, реально очень маленький канал, да. То есть, допустим, там у Вилса Кома, у Андре Ньюс, там еще у кого-то, да, вы как бы выиграть, конечно, можете, но там шансы гораздо меньше. На будущее хочу, друзья, сказать, если вы участвуете в конкурсах, обязательно заходите на свой YouTube аккаунт, да, заходите в настройки. И находите там такую тему, мой канал, проходите в настройки моего канала. И там есть вот такая штука, конфиденциальность, да. Не показывать информацию о том, какие видео мне понравились, там о подписках и так далее. То есть, вот эти все галочки, друзья, нужно убрать. Если вы не уберете эти галочки, то вы просто в конкурсе не сможете участвовать, потому что я не увижу, подписаны на канал вы или нет, ставили лайк вы этому видео или нет. Короче, вот такие дела. Обязательно обращайте на это внимание. Всем хорошего настроения, всем любви до добра и позитива. С вами был я, Ицкрайбер. Всем пока-пока.